Всем привет дорогие друзья, с вами Денчик и вы на канале Блог Сельского Жителя. У меня несколько человек просило показать бусик, который мы купили внутри. Ну а раз просили, нужно сделать. Тем более я и сам собирался снять видео о том, как бусик выглядит внутри сразу после покупки, чтобы потом осталась память и чтобы можно было сравнивать как было и как стало. После того, как мы его, если у нас все-таки хватит терпения, доведем до ума и сделаем из него автодом. А сейчас я вам покажу, как этот бусик выглядит внутри и снаружи покажу те косяки, которые у него есть и вообще в каком он состоянии. Поехали! Продолжение следует... Так, вот так довольно аккуратно выглядит багажный отсек. Он обшит вот такой вот прорезиненной штуковиной, не знаю как она называется. Ну, очень удобно мыть, вытирать. Стандартный двигатель 1.6 атмосферник. Чуть-чуть грязный, чуть-чуть с пылью, но ничего страшного. Главное, что работает. Багажная дверь немножечко подгнившая. Вот, но ничего. Вот так выглядит у нас это отделение. Здесь у нас три сиденья стоит, причем все три с ремнями безопасности. Крайние с трехточечными. У среднего поясной ремень безопасности. Точно такие же три сиденья стоят с этой стороны, но, к сожалению, одно из них поломано. У него не держится спинка. Его, в принципе, можно починить, но я все равно их буду отсюда выбрасывать, поэтому нет смысла. У них, у этих двух тоже есть ремни безопасности. Всего в бусике 9 посадочных мест и даже 8 из них оснащены ремнями безопасности. Это на самом деле плюс. Потолок выглядит вот так. Тканевый. Здесь когда-то был светильник, скорее всего. А здесь тоже был светильник, и он же являлся вытяжкой. То есть он открывался, и сверху был грибочек на крыше, и это была штатная вытяжка. Дело в том, что Т-3 с этой крышей, это была именно скорая. То есть вот с этой вот вентиляцией, это они так шли по заводу. Здесь мы видим следы от подтеков. Немножечко что-то где-то текло, но сейчас уже не течет. Это все будет сниматься. Буду смотреть, в каком состоянии там крыша. Скорее всего, буду утеплять это все дело. Салон обшит вот таким вот непонятным. То ли карпет, то ли что-то вроде карпета. С одной стороны, очень аккуратненько, красивенько, но с другой стороны, это обалденный пылесборник. Этим карпетом обшито все, включая заднюю дверь. С одной стороны, сделано вроде бы аккуратненько, но довольно бюджетно. И из-за этого есть свои косяки, которые желательно, конечно, исправлять. Теперь я покажу, что в этой машине заколхожено. Ну, на самом деле, в ней очень много заколхожено, но я сейчас покажу, что меня больше всего бесит. Но, как бы, это исправить уже, наверное, нельзя. Изначально дверной проем был выше. Но бывший владелец взял, дверь обрезал, здесь переварил все. Здесь поставил латку и заделал это все дело. Направляющую дверного проема он приварил ниже. Вроде как, по его словам, усилил там какой-то железякой. Ну, как бы, все работает, дверь закрывается, но внешний вид, конечно, подпортил. А, самое интересное, что вот эту вот крышу, довольно редкую, это реально редкая крыша, я специально искал по всяким там автофорумам. В Украине я нашел еще всего две такие машины с такой крышей. Больше таких нет, но тут, по сути, у меня третья. Может быть, еще где-то есть, но я нашел только две, помимо своей. Так вот, предыдущий хозяин что сделал? У него то ли текла крыша по стыку, то ли еще что-то с ней было не так. Он, помимо того, что испохабил дверной проем, он срезал по периметру всю крышу и опустил ее где-то на 5-7 сантиметров. А потом, когда герметизировал, наклеил вот эту вот черную штуковину. Это такая вот битумная полоска, которой герметизируют стыки на крышах домов. Издали эта черная полоска на белом бусе смотрится довольно органично. Тем более, что человек перекрасил часть крыши в черный цвет, это оно вроде как одно другое дополняет. Но когда мы подходим ближе, то видно, что внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего. Но самое главное, что крыша на стыке не течет, поэтому будем пока забивать на внешний вид. Пусть будет пока так. Может быть, когда-нибудь в будущем дойдут руки, и я это дело облагорожу. Также, с учетом того, что у нас не совсем стандартная комплектация, что это бывшая скорая, у меня на сдвижной двери вот такая вот интересная форточка. Чем это окно примечательно? Да, в Т-3 бывали сдвижные стекла, в среднем ряду как раз. Бывали слева, бывали справа, но это на каравеллах всяких. На обычных бюджетных Т-3 этого не было, были глухие стекла. Здесь же сдвижная, но чем она отличается? Обычно они были по половинке, то есть вот эта стойка шла здесь, и можно было открыть половину окна. Здесь же стойка смещена сюда, и получается, можно открыть только небольшую часть, только вот так вот сдвинуть, и где-то здесь небольшая будет такая вот форточка. Мне оно все равно не надо, я еду впереди, так что... Ну вот просто такая особенность машины. Просто хотел отметить довольно такое редкое окно. Так, ну здесь у нас заколхожены такие красивые китайские динамики, музыка. Теперь я вас приглашаю на передний ряд и покажу, что у меня есть тут. Здесь тоже, как и по всей машине, уложен вот такой вот коврик. Как можно видеть по вот этим следам, что под ковриком все замастичено, обработано. Бывший хозяин говорил, что он всю машину так обработал. Ну, поверим ему на слово. Специально отколупывать не будем, чтобы посмотреть. Так же он вроде как все больные места переварил. Здесь у нас двойное сидение и там одинарное. Единственное, что вот это двойное сидение, оно не оригинальное. А человек его переделал из двух одинарных. Он просто сварил снизу раму и на раму посадил два одинарных сидения. Это можно видеть по форме спинок. Ну, вот здесь у нас такой колхозинг, две ручки. На самом деле довольно удобно. То есть они будут, эти ручки дублируют основную ручку для пассажира, чтобы удобнее было залазить. Дальше здесь вот такой вот тоже колхозинг в фетре. Такой органайзер. Я здесь пока кладу телефон. Здесь у нас вынесен китайская такая вот розеточка на 12 вольт и в ней USB на 5. Дальше здесь у нас стоит китайская магнитола. Но сейчас она без морды. Морда где-то под сидушкой валяется. До конца она не вставляется. Вот так вот. Наверное, это надо будет как-то красиво переделать. Сейчас пойдем на другую сторону, покажу, что там. Вот так выглядит водительское место. Сидение довольно удобное, с боковой поддержкой, мягкое. Все супер. Единственное, что в чем косяк. Бывший владелец его установил, видать, устанавливал на скорую руку. И он просто взял салазки нового сидения, приварил на салазки старого. Тем самым сидение поднял выше. И за счет вот этой боковой поддержки и того, что сидушка выше, очень неудобно залазить. Хорошо, что я маленький и мне здесь хватает проскочить между сидением и рулем. Но будь человек немножечко большей комплекции, чем я, ему было бы очень некомфортно. Да, и с моей комплекцией, когда я сижу на водительском месте, мне пробраться на пассажирское, например, что-то там взять, очень неудобно. Тем более, что мы здесь еще поставили детское автокресло. И с учетом малого расстояния между рулем, сидушкой и вот этим боковой поддержкой, здесь, ну, как бы очень неудобно проскакивать. Дальше, что у нас тут по приборам? Что у нас тут переделано? Сигнал. Сигнал не работает. Там даже пружинки нету. Человек пытался, я так понимаю, сюда вывести отдельную кнопку, но у него тоже ничего не получилось. Поэтому сигнал он перенес вот сюда. Очень неудобное место, особенно искать на ходу его, когда нужно посигналить. Но вот такая вот штука. Как вы можете видеть, тут очень много нештатных всяких выключателей. Сейчас я по ним пробегусь. На этот тумблер выведено принудительное включение вентилятора, потому что... Ну, потому что вот так. Следующий тумблер – это включение дополнительного света сзади. Там стоит большой прожектор белого цвета, когда в темноте сдаешь назад. Штатного освещения не хватает, и человек вынес дополнительное освещение. Ну, в принципе, довольно полезная вещь. Этот тумблер отвечает за подсветку в салоне. Вот такая красота в салоне происходит. На эту кнопку выведены дополнительные фары, но они подключены немножко неправильно. Тумблер двухпозиционный. В первой позиции загорается дальний, во второй добавляется еще и ближний, не выключая дальний. Ну, как-то вот глупо. Этот тумблер просто для того, чтобы заглушить отверстие. К нему ничего не подключено. По штату здесь шла кнопка аварийки. Кнопка аварийки же вынесена вот сюда снизу. Очень неудобно ее здесь искать, особенно в темноте. Дальше. Сверху у нас еще одна кнопка – это включение свечей накала. Да, они тоже здесь включаются принудительно. Так же, как и вентилятор охлаждения. Ну, вот такой колхоз. На эту кнопку выведено питание магнитолы и вот этих вот розеточек. Сюда же выведен у нас экран, на котором показывается температура в салоне. Вот от него выведен датчик. Не знаю, насколько он точно показывает. Да и мне эта температура особо роли не играет. Тут у нас штатное управление печки. Тут, как бы, слава богу, ничего не заколхожено. Должен отметить, что здесь тоже обшито фетром. Хороший такой красивый пылесборник. На штатную подсветку человек еще параллель подключил вот такое освещение. Вот так вот оно работает. Ну, в принципе, пусть будет пока, потом, может быть, переделаем. Из приятных переделок. На машине не просто так стоят 15-е диски. Дело в том, что задние тормоза переделаны на дисковые. С завода шли, как известно, барабанные и на машине стояли 14-е колеса. Теперь же дисковые тормоза и 15-е диски. Диски штамповки мерседесовские. Резина стоит 195 на 65 на 15. Размер дисков 6J и вылет ET31. Справа и слева стоят габаритные огни. Эти габаритные огни в этом месте по стоку стояли на скорой помощи. Единственное, что сейчас стоят какие-то китайские, изначально стояли немножечко другой формы. Они были такие более брутальные, чуть-чуть побольше и такие вертикально стояли. Но, правда, правый не работает. Работает только левый. Скорее всего, там либо нет лампочки, либо лампочка перегорела. Вот так наш бусик выглядит изнутри. Если вам понравилось, поставьте лайк. Либо же поставьте дизлайк, если вам не понравилось. Напишите обязательно ваш комментарий, что вы думаете по поводу внешнего и внутреннего вида нашего микроавтобуса. С вами был Денчик и это был обзор нашего Volkswagen T3. Всем удачи и пока!